Вы слушаете «Радио Болткома». Мы живём рядом, но живём ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре «Культ Просвет». Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах «Радио Болткома». Вы слушаете, в эфире вновь программа «Культ Просвет». И сегодня, как уже многие годы, мы продолжаем вместе с вами совместную попытку найти общее культурное пространство. И частью этого культурного пространства, конечно, является и наша память. Наше прошлое, которое для многих исследователей нераздельно связано и с территорией, которую многие называют постсоветской территорией. Именно поэтому сегодня в гостях у нас авторка сценария документального фильма «Хомосоветикус». Режиссер этого фильма был Иво Бредеси. Фильм был представлен вниманию латвийской публики на экранах кинотеатров совсем недавно, в сентябре месяце. Я посмотрел этот фильм. Теперь, по прошествии некоторого времени, впечатления устоялись. Я думаю, что сегодня мы могли бы поговорить на тему, сколь много постсоветского находится в нашем обществе, что такое советское, кто такой «Хомосоветикус» и каким образом мы могли бы воспринимать эту тему в контексте политической культуры, её качества, её изменений. Рита Рудуша сегодня у нас в гостях, медийный эксперт, журналистка, сценаристка и один из тех людей, которые и на экранах, и в текстах рефлексируют по поводу нашего постсоветского прошлого. Рита, добрый день, здравствуй. Добрый день, добрый день. Я очень рад, что ты сегодня смогла найти время. Наверняка зумов очень много, и, возможно, не все они доставляют удовольствие, но я очень надеюсь, что сегодняшняя беседа пройдёт очень интересно, поэтому, увы, пока наши радиослушатели не могут присоединиться к нам к нашей дискуссии, потому что сегодня мы беседуем в удалённом формате, но так или иначе, вскоре мы надеемся, что будем встречаться с нашими гостями в студии. Да, я надеюсь, что скоро, потому что смотреть на студию, где просто наушники и без людей, очень печально, так что я тоже надеюсь, что скоро вернёмся. Это действительно очень печально, но, с другой стороны, сегодня у нас есть возможность всё-таки встретиться и поговорить о тех культурных процессах и конкретных работах в документальном кино, которое было представлено в сентябре. Скажи, пожалуйста, может быть, мы могли бы представить нашим радиослушателям краткую историю, как родилась эта идея, идея сценария, что легло в основу этого сценария, и почему ты заинтересовалась этой темой? Я думаю, что тема созрела для меня лично. Я не могу такой конкретный, не по-русски говоря, триггер найти, чтобы вот я проснулась утром и решила, что мне надо подумать о хомо советикус, но это как бы комплексно. Я думаю, что в жизни я во многих странах жила, говорю на многих языках, но я чувствую всё-таки, как во мне продолжает жить тот период жизни, который я провела в советской системе. помимо того, я видела, что происходит в обществе, это меня волновало, и как бы вот эти две мысли соединились. Но если конкретно говорить, то самая изначальная идея родилась, когда мы посмотрели программу Владимира Познера в 1991 году, она была снята рано, где-то в январе, сразу после событий в Вильнюсе, собрались подростки из всего Советского Союза поговорить о настоящем и о будущем. И они были как бы неожиданно такими, очень остро реагировали на то, что происходит, и многие из них сказали, что они не хотели бы, чтобы Советский Союз как государство продолжало жить, и один из наших героев даже это назвал ужасным государством. Как бы много лет спустя те же самые подростки теперь уже встретились, как взрослые люди, и рефлексировали о том, что же произошло за эти десятилетия, и действительно ли Советский Союз, который они тогда хотели, чтобы уже развалился и был в прошлом, насколько он действительно является в прошлом, или может быть мы все-таки сами его продолжаем поддерживать и отрабатывать. Ну и это совпало с тем, что и у меня были похожие как бы мысли, это так успешно совпало. Сначала в команде не было еще режиссера его Бридеса, но когда он там подсоединился, тогда еще стало сильнее вот это ощущение, что нам надо заняться такой рефлексией. И если я могу быстро просто пару предложений, ты вначале в вводной части говорила о прошлом, я все-таки хотела бы возразить, по крайней мере наша мысль не говорить о прошлом. Это именно, это, конечно, рефлексия о прошлом, но все-таки мы хотим понять, как это влияет на то, какими мы коллективно являемся сейчас, как мы принимаем решения, как мы относимся к своим согражданам, как мы относимся к государству и как вот эти наши решения влияют на будущее. Так что, конечно, влияние прошлого есть, но фильм не о прошлом, а о сегодняшнем дне. Хорошо, понимаю и принимаю это замечание. Может быть, мы могли бы попробовать в нескольких предложениях набросать основной сюжет фильма для тех, кто не видел этот фильм. Что происходит в фильме? Что происходит в фильме? Мы режиссер, и я как сценарист, мы проходим такой путь, пытаясь понять, что такое советский человек. Можем ли мы его как-то сформулировать, что является характеристикой советского человека, как он создавался и как он продолжает жить, и насколько это мешает нам быть здоровым демократическим обществом. Мы в этом пути встречаем разных людей. Мы разговариваем и уже с упомянутыми участниками программы Познера уже 30 лет спустя. Мы говорим и с самим Познером. Мы говорим с разными экспертами и не только из постсоветского пространства, потому что, может быть, мы позже об этом поговорим. Мы задаем вопрос, насколько этот феномен всё-таки существует. Такого рода мышления не только в советском пространстве. И мы в том числе рассматриваем сами свою историю, историю своей семьи, своих семей, и разговариваем, но уже с дистанцией, потому что они оба умерли со своими дедушками, которые оба были очень левыми, которые были оба членами тогда нелегальной коммунистической партии в довоенное время в Латвии. И что же их привлекало в этой идее советской, и как они всё-таки к концу жизни в этой идее разочаровались? Хорошо. Я думаю, что когда мы говорим о прошлом, то, конечно, можно собрать большую коллекцию цитат на тему того, что нет ничего более актуального в настоящем, чем прошлое. И всё-таки Homo Sovieticus — это, с одной стороны, человек прошлого, с другой стороны, цель фильма была узнать, сколько много в нас этого советского. Я правильно понял вас, Наталья? Да. И в самом начале ты упомянула, что одним из импульсов для создания сценария и вообще твоего интереса, участия в этом проекте, стало то, что ты обозначила то, что меня волнует в обществе. Если мы на время удалимся от территории фильма и поговорим как раз о том, что волнует тебя в современном латвийском обществе, каковы темы, которые заставляют тебя волноваться, печалиться, может быть, злиться? Печалиться, наверное, больше. Злиться не хотелось бы. Поддаваться на такое имущество. Меня волнует то, что нет механизмов солидарности. Для того, чтобы демократическое общество было таким здоровым, динамичным и сильным, крепким, нужна солидарность. Я принимаю решение, моё индивидуальное решение на благо нас всех, потому что я понимаю, что от моего решения зависит общий благ. Это одно, что меня волнует. Меня волнует, это связано с первым, то, что для нас государство это какой-то мифический монстр, отдалённый от нас. Особенно сейчас в контексте пандемии и вакцинации вот такая риторика особенно сильно проявляется, что какое-то мистическое государство. Но государство — это же мы. Это мы выбираем, мы платим налоги. Нет какого-то отдалённого государства. Это государство, от которого мы должны, конечно, требовать ответственности и так далее, но и в котором мы сами участвуем, и не только раз в четыре года выбирая или не только платя налоги. Это меня волнует. И поиски врага, тоже как бы такая нужда внутренняя, что надо, нам нужен враг. Или, возвращаясь к фильму, как Леб Гудков сказал у нас в фильме, что советскому человеку нужен образ врага. То есть ему нужен враг, который не обязательно конкретный, просто вот есть враг, и что является актуальным, того мы туда и ставим. Это может быть какая-то страна, это может быть какая-то группа в обществе, это может быть человек, который другого цвета, кожа и так далее. И вот эти три вещи, я думаю, меня печалят больше, чем, может, другое, хотя список подлиннее. Довольно большой. Скажи, пожалуйста, а видим ли мы какую-то связь между этими моментами, которые ты упомянула, и нашим советским прошлым? Не находим ли мы корни этих явлений в нашем прошлом? Ты упомянула отсутствие солидарности. Но ведь нам десятилетиями пытались вдолбить, по сути дела, выхолощивая это понятие, понятие солидарности. Оно ведь было написано на транспарантах, которые выгорели не только полотно на зданиях, но и в нашем сознании. Там честь, ум и совесть нашей эпохи. Всё это давным-давно осыпалось и потрескалось. А каким образом мы можем видеть связь того, каковы мы сейчас с тем человеком советского периода? Ну вот в этом как раз и вопрос. Нам кажется, как команде фильма, что мы видим достаточно много именно советских таких симптомов. И вот как раз отсутствие механизмов солидарности один из таких. И с одной стороны, можно сказать, в конце 30 лет прошло. Уже всё это в прошлом. Почему мы по-прежнему вообще употребляем такого рода терминологию постсоветскую? Но в то же время мы видим, что даже люди, которые не жили в Советском Союзе, проявляют такое же отношение и к соседу, и к государству. Но значит, что у нас всё-таки проблемы. И, конечно, можно... То есть мы не будем искать каких-то, кто виноват и так далее. Ну, потому что, опять же, если это демократическое государство, то мы не будем искать врага. Мы всё-таки будем анализировать себя. Я думаю, что если мы анализируем себя, это то, что мы каждый индивидуально не настолько пассивны были вот эти последние 30 лет. Тоже нам кажется, что мы всё это делегировали, они пусть занимаются этим, да. А я не буду как индивидуум не буду там, не знаю, почистить там лестничную клетку или посадить там клумбу или бороться за то, чтобы было больше там скамеечек, на которые пенсионеры могут сесть в моём в моём квартале. То есть это какие-то другие они должны делать, и это всё-таки индивидуальная ответственность, и, конечно, можно сказать, что те, которые дольше прожили в Советском Союзе, на них больше подействовала и пропаганда, и то, что ты не должен быть особенно активным, сиди там в своём уголке, можешь жлиться, но только на кухне, и ничего не делать, потому что кто-то другой о тебе позаботится. Так что, я думаю, что я точно вижу и не только вот в этих отруствиях механизмов, но и в том, что мы, опять же, коллективно всё время пытаемся как-то пролезть, вот кого-то немножечко обмануть, да, опять же, как один герой фильма сказал, что в советское время 80% людей воровали из предприятий, в которых они работали, и это было каким-то объектом гордости. Я вот папа принёс с работы, да, и я вижу, вот этот папа принёс с работы, вот кого-то немножко обмануть и гордиться этим, и то, что мы покупаем сертификаты от ковида, вот это очень советское. Очень советское. Хорошо, таким образом мы могли бы коротко, очень коротко набросать портрет Homo Sovieticus. Представь себе, что мы разыскиваем его в полиции и надо создать фоторобот. Каковы были бы основные черты? Ну, ты знаешь, мы сначала с его пытались такой визуальный сделать действительно фоторобот, но потом отбросили эту идею, потому что это такое очень поверхностно получалось. Я видел плакат, где был и серп, и молот, и целый набор таких довольно ярких, я бы сказал, таких немножко лубочных образов, но если мы говорим о качествах, ты уже упомянула найти лазейки, как-то приспособиться отдалиться от государства. Что еще? Каковы еще характеристики? Да, ну, он очень подозрительный, не доверяет, не доверяет людям, да, опять же, из-за того, что не доверяет людям, видит в другом, во-первых, зверя, то есть другой человек тебе не друг, он такой боязливый, неряшливый, но это, опять же, такие уже личные качества, конечно, не обязательно каждый человек, каждый советский человек неряшливый, но он полагается на сильную руку государства, он ожидает, что вот это государство, которого он будет ругать на кухне, но все-таки это государство с сильной рукой о нем позаботится. Хорошо, я позволю себе некоторую рецензию, и, может быть, не критического толка, признаюсь, были некоторые аспекты, которых мне не хватало в фильме, я думаю, что каждый, кто смотрит фильм, в какой-то степени читает этот фильм, да, и в любом тексте можно найти что-то, что нам не хватает. Да, конечно. Так вот, с одной стороны, это была действительно интересная панорама, панорама различных стран постсоветского периода, и бывшие советские республики, так называемые дружеские страны Варшавского договора, и даже зритель путешествовал, даже до Берлина дошел, что называется, да, и вопрос следующий, то, чего мне не хватило, это, может быть, вопрос, а сколь много советского сейчас в нашей политической элите, в тех, кто создает эту идею о государстве, тех, кто основывает партии, предлагает партийные программы, те, кто попадает в СЕИМ, принимают законы, тем самым решают во многом наши судьбы, особенно с учетом того, что в обществе довольно небольшая традиция культуры общественных организаций и как бы альтернативного гражданского сектора. Вот это то, чего мне действительно не хватило в фильме, поэтому сегодня в рамках нашей передачи, нашей беседы хотел задать тебе вопрос, как ты, как человек, который рефлексирует на темы общественных процессов и развития культуры в Латвии, что тебе не хватает здесь, в латвийском обществе, именно в политической элите в связи с темой фильма? Разговора не хватает, диалога, качественного диалога с обществом. Это мы видим, опять же, в контексте ковида это катастрофа, именно вот отсутствие этого диалога. Вы нас выбрали, вы платите нашу зарплату, а мы вас как бы отстраним. То есть это обоюдное. С одной стороны, люди считают политиков каким-то отдаленным и чуждым, но и политики также относятся. я хотела бы в этом контексте может быть упомянуть фразу, которую ты, наверное, помнишь, но многие уже забыли, когда когда выдвигали коалиция выдвинула кандидатуру Валдеса Заклеса как президента. всё это было очень таким секретным. Руководители коалиции во главе с Айгаром Калитисом собрались в зоопарке, в какой-то там странной комнатке, заперлись, никому ничего не рассказывали, ни с кем не консультировались и вытащили как бы кролика из цилиндра. И тогда были протесты у Сейма, протесты против того, насколько непрозрачным был процесс и так далее. И Айгар Калитис назвал людей протестующих кваукшчи, ну как бы гавкающие такие мелкие собаки, которые в общем мешают. И я бы сказала, что вот такое отношение к обществу, абсолютно активной части общества, потому что не видят, общество не является партнёром для того, чтобы решить наши общие проблемы, для того, чтобы мы вместе развивались и чтобы жить нам было хорошо. То есть общество не партнёр, а общество такое гавкает, что-то они хотят, все это протестуют, мы это видели и в отношении спикера Сэма Абболт к протестующим пенсионерам, мы это видим сплошь и рядом, что общество не является партнёром, а является как бы вот таким, они мешают просто, да. Ну вот, и так что это вот как раз у этого мне тоже кажется, что многие растут наверное по-русски так не говорят. В общем, у этого тоже корни в советском отношении, такое очень высокомерие, такое не мешайте и начальник лучше знает. Заключительный вопрос сегодняшней дискуссии, потому что по техническим причинам Зума она будет несколько короткой. Есть ли опасность или возможность того, что Homo Sovieticus будет вечно молодым? То есть может ли Homo Sovieticus омолодиться и вдруг появиться в, допустим, в поколении моих студентов, которым сейчас 20-22? Видим ли мы подобный потенциал перерождения? Мы видим такой потенциал. Именно поэтому надо делать фильмы, и не только фильм, я очень надеюсь, что и в других форматах об этом будет говорить. Просто надо быть начеку. И когда мы видим такие симптомы, об этом говорить. Иначе конечно такое перерождение возможно, особенно при таком обилии советской ностальгии в социальных сетях, которая является очень популярной платформой для как раз твоих студентов. Видишь ли ты какие-то основные моменты, которые в соцсетях для молодого поколения сейчас обладают особой притягательностью в связи с Советским Союзом, который они уже просто по своей собственной биографии не могли не увидеть, не пережить и родились уже в 90-е годы? Каковы основные может быть главные наиболее яркие образы и картины? Я думаю что главное что конечно люди не знают которые не жили в Советском Союзе что если ты видишь фотографию в которой все прекрасно и красочно в советское время тебе надо понять контекст в котором вообще такие фотографии создавались и вот этого контекста как раз не хватает поэтому я очень надеюсь на то что вот эта тема будет развиваться в таком языке используя аудиовизуальные приемы которые молодежь употребляет так что не хватает из-за того что не хватает контекста ты ловишься на удочку только поверхностного все же было хорошо смотрите и магазины и здравоохранение работало там все в белых шапочках все улыбаются и так далее то есть не зная контекста ты видишь картину искаженной и поэтому и поскольку именно вот этот визуальный материал теперь очень очень много присутствует в социальных сетях именно без контекста я в этом вижу опасность не стоит забывать также культуру сериалов которые в современной российской киноиндустрии достаточно активно используют тему Советского Союза в этой связи мой вопрос тебе и не только как журналистке и как сценаристке но еще и как матери а как ты со своими детьми разговариваешь о прошлом советского периода каковы основные принципы что допустим для тебя важно донести и где может быть оставляющим свободу своего пространства пусть даже фантазировать это большой вопрос мы я думаю что не улыбаемся 7 минут 7 минут да ну мои старшие старшие дочери уже такого возраста что они немножко еще помнят по крайней мере начало начало 90-х и какие-то отголоски такие Советского Союза и в нашем быту и в среде и в людях так что с ним легче но с сыном которому 18 лет опять же я хотела бы вернуться к теме о том что говорить используя такие приемы которые доступны конкретной поколению мне кажется что я уже по крайней мере в разговорах с сыном уже достигла максимума того что я могу сделать я могу рассказывать свои истории без преувеличений просто о жизни он видел фильм он знает истории которые ему рассказывает моя мама но теперь уже ему надо больше из других источников и в этом немножко я вижу проблему мне кажется со своей стороны я уже я могу только честно без пропаганды просто рассказывать о том какая была жизнь и немножко показывать вот эти контрасты того что он как он сам бы сказал take for granted это потому что сегодняшняя молодежь очень много английского всплетает разговор то есть он принимает что вот так так оно и есть и так оно и было и я пытаюсь ему показывать уже какие-то различия в том как он живет как он может себя проявлять какие фотографии он может публиковать в инстаграме и так далее и как это было скажем для меня в том же самом возрасте но опять же этого недостаточно мне очень хотелось бы чтобы было больше разговоров и в публичной среде не той семейной о том что такое что было такое Советский Союз и как это проявляется в сегодняшней нашей жизни очень коротко а помогает ли школа в этом процессе ты как мама 18-летнего сына который недавно закончил школу или заканчивает школу он так или иначе долгие годы был объектом уроков истории и рассказов учителей естественно учебников и прочих пособий материалов каким-то образом у тебя внутри происходили какие-то разногласия со школьными материалами ты бы сделала что-то иначе в этом процессе короткий короткий ответ да сделала бы и я видела очень много советских отголосков и продолжаю видеть вообще в нашем подходе к истории и то насколько качественно преподносится история очень зависит от учителя если повезло и учитель критически мыслящий это очень хорошо а если нет ну тогда будем продолжать отрабатывать вот этот пост и продолжать постсоветское мышление в том числе и через школу и школьные программы большое спасибо за сегодняшнюю беседу спасибо еще раз что ты нашла время во всех зумах и мы все заняты у компьютеров уважаемый радиослушатель большое спасибо и вам за то что слушали и я надеюсь в ближайшее время мы продолжим темы связанные с прошлым и с настоящим с анализом политической культуры напомню это была программа культ просвет и мы встретимся с вами снова через неделю Рита Рудуша была у нас в гостях авторка сценария документального фильма Homo Sovieticus большое тебе спасибо и добрых выходных спасибо до свидания